В СНТ, народ Казахстан, мы восставшие борцы с фирании, его же властей. Мы дали войск с фирании Балматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим, как власть, президент Тагаев, в связи с российскими войсками, только с народных протестов ранен. Ведение войск в России в Казахстан в такой момент выросли, как начало оккупации нашей Родины. Переход правительства Тагаева, разряд марионеток. Если кто-то еще не понял, то это народные борцы Казахстана, которые считают, что началась оккупация, соответственно, Тагаев работает на Россию, и теперь надо долбать россиян, вышвыривать их назад, освобождать отечество. Интересно, что при этом они обращаются как раз на русском языке. На русском языке. Я не удивлюсь, если это как раз и есть та самая провокация, в рамках которой следующий шаг – это нападение на русскоязычных жителей на севере Казахстана, ну и с вытекающим из этого поводом для реального ввода на территорию Республики Казахстан куда большего российского контингента. И еще раз повторим, Тагаев запрашивал 18 тысяч военнослужащих из ОДКБ. Два года назад американцы подсчитали, что если Россия захочет захватить Казахстан, потребуется 14 тысяч военнослужащих. То есть да, похоже, что у Тагаева с Россией могут быть связаны какие-то планы, не факт, но, ну как бы, определенное сходство по цифрам есть. Однако Россия официально сейчас направила в Казахстан только 3 тысячи, не 14 тысяч, как подсчитали американцы, только 3 тысячи военнослужащих, которых ни для какой оккупации не хватит. И размещаются они не на севере Казахстана, который, казалось бы, по всей логике, всем раскладам, Россия может захотеть захватить и оккупировать. Нет. Они как раз направлены в Алматы. Однако же вот эти вот ребята зачем-то вот делают свое обращение, фактически объявляя войну, гражданскую войну, такую диверсионную, российским оккупантам. Для реализации этого плана маратеры и преступные элементы были выпущены на улицы Алматы, чтобы дискредитировать протест. Солдаты и офицеры, сегодня от вас зависит независимость Казахстана. Президент Такаев уже нарушил Конституцию, собрал все свободы, готовят сдачу суверенитета нашей страны в руки России, как это делает Лукашенко с Белоруссией и пытался сделать дело в горе с Украиной. Знаете, кому еще выгоден подобный расклад? У нас в России есть очень известные такие политические деятели, возглавляемые Евгением Алексеевичем Федоровым, единороссым депутатом Государственной Думы. Этот человек возглавляет так называемое национально-освободительное движение. Чувствуете сходство, да? Освободим Казахстан, освободим Россию. От кого? От олигархов, которые верховодят всеми процессами в наших странах. Теми неэффективными, зажравшимися чинушами, которые своих родственников назначают на главные посты. Нет. Виноваты кто-то другие все. Обратите внимание, если сейчас надо бороться с российской оккупацией, значит бороться с пенсионной реформой, которая в Казахстане была проведена, с развалом медицины, с развалом образования, с низким уровнем зарплат, с разваленной экономикой, с теми корпорациями, которые и так много лет выкачивают из вас все ресурсы. Две с половиной тысячи иностранных корпораций действуют в Казахстане. Это даже больше, чем в России. Две с половиной тысячи. Это же охренеть сколько. Эти бойцы за народное освобождение Казахстана молчали, а теперь нашли общего врага. Деятельность Евгения Алексеевича Федорова в России. Крайне выгодно. Вот это национально-освободительное движение. От внешних врагов, не от внутренних каких-то проблем, а от внешних врагов. Крайне выгодно Единой России Владимиру Путину. Равно как и деятельность вот этих ребят, которые записывают видеообращения, на мой взгляд, очень выгодно как раз тому же Такаеву. Виноваты во всем иностранцы. А значит, сейчас сначала Такаев зачистит своих оппонентов. Пройдет месяц-два-три. ОДКБ уведет свои войска из страны. Может быть, останется какая-нибудь малюсенькая военная база. 500 человек или 1000 человек, которые, ну, никакими оккупантами не будут являться. Ни на что они повлиять не смогут. Все корпорации уже давным-давно оккупировали казахстанские ресурсы. И их никто не вышвырнет. Соответственно, Такаев сможет сказать, все, я освободил республику, вот теперь у нас будет нормальная жизнь. В реальности, как олигархи рулили всеми процессами, так ситуация и останется. Только от вашей патриотической сознательности зависит выживание нашего государства. Переходите на сторону революционных сил. Вместе мы свергнем режим, добьемся справедливости и окажем решительное вооруженное сопротивление. Мы вооружены и готовы вышвырнуть войска ОГДП от нашей страны. Мы отстаем суверенитет и территориальную целостность от любых пострадательств. Присылаем каждому, готовясь к решительному отбору, самостоятельно создавать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, вот эти вот ребята, они искренне говорят или это все-таки постанова какая-то, провокация? Если постанова, в чьих интересах? Сейчас такая неразбериха происходит, такое огромное количество противоречивой информации, что я, честно говоря, теряюсь. Я высказываю определенные предположения. Я говорю то, как я вижу эту картину, далеко не факт, что это истина. И я, конечно же, вас ни к чему не призываю. Единственное, к чему я вас призываю, это сплочаться, объединяться мирными законными способами и выдвигать лидеров, формулировать ваши требования. До сих пор эти борцы за независимость Казахстана не смогли сформулировать, кого вы хотите видеть президентом и какую страну должен строить для вас этот президент. Независимую. Понятно, красивое слово. Что она означает? Независимость от кого? Я правильно понимаю, что первое действие для создания независимого Казахстана или независимой России, независимой любой другой страны, первое ваше действие национализировать все природные ресурсы. Чтобы никакие британские эксенмобилы, бритч-петролиумы или там другие какие-то супер-мега-корпорации не могли сосать из вас все соки. Правильно я понимаю? Почему-то само слово национализация не звучит практически ни от кого. Поэтому ваша борьба против российских оккупантов, ну это, конечно, замечательная сказка, но к реальному экономическому, в первую очередь, освобождению, чтобы результаты вашего труда оставались у вас, а не выводились в офшоры, ну слушайте, ну что за детский сад, ё-моё, сколько можно пудрить народу, что России, что Казахстана, голову. Посмотрите, что в реальности происходит. Вас грабят все эти годы, до того, как Россия вводила куда-то какие-то войска. Россия впервые за 30 лет будет использовать возможности ОДКБ. Боевые повстанческие группы не организовывают атаки на врагу. Иначе нашу страну утопят в крови, разделят на части, а прислужники режима будут пить кровь наших детей и внуков десятилетиями. Пить кровь наших детей и внуков десятилетиями. Где вы были? Где вы были все последние 30 лет? Когда и так все ресурсы вывезли из страны? Скажите еще, что Назарбаев красавчик, его надо поддержать, потому что уж он-то за независимый Казахстан. Да, складно брешут, что называется. С другой стороны, глубочайшему своему сожалению я вынужден признать, что эмоционально я понимаю людей, которые сейчас в бешенстве от того, что творит Россия и ОДКБ. Олег Матвеевичев, политтехнолог администрации президента, одиозная личность, которая сейчас стала депутатом Государственной Думы, от правящей партии «Единая Россия» заявил, все владельцы салонов сотовой связи в Алма-Ате, писавшие в Фейсбуке, цитата, «когда уже уйдет Назарбаев, который надоел за 40 лет, должны страдать, их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь, а в задницу засунуть палку для селфи». То есть Олег Матвеевичев по политическому принципу недовольствам Назарбаева призывает к расправам, к насилию, грабежу, к разбою. Это пожелание депутата и члена Единой России или это пожелание нормального человека? Что вообще за хрень происходит? Депутат Госдумы заявил, что всех желавших ухода Назарбаева нужно ограбить, изнасиловать. Российские власти ведут боевые действия, спасая режим Назарбаева, но не только в Казахстане, но и в соцсетях. Депутат Госдумы Олег Матвеевичев написал в своем фейсбуке, то, что я вам сейчас продемонстрировал. Матвеевичев свой пост не удалил, за свои слова не извинился. Прошел слушок, что якобы после этого бреда и безумия гражданина Матвеевичева внесли в черный список и теперь он не будет выступать по центральным телеканалам России. Но, простите, этого мало? Он призывает грабить и насиловать граждан другого государства. Это ли не вмешательство в дела другой страны? Я вам уже рассказывал, подозрительные, очень подозрительные телодвижения, которые сейчас делают не вся российская власть, но часть российской власти, наиболее такие, так называемые ястребы, агрессивные ребята, они добиваются сейчас, чтобы в Казахстан было направлено не 3 тысячи человек, а 5 тысяч человек. Зачем-то в Казахстан собираются отправить группу из 12 следаков, как будто в Казахстане нет своих следаков. Ну и, конечно же, вот эта вот информационная пропаганда, информационная война. Еще раньше я вам уже показывал вот эту красоту. Другой депутат Госдумы от Единой России показывал вот эту карту, на которой Россия и Казахстан закрашены одним цветом. Султан Хамзаев, Центральная Азия, это русская земля. В сети идет обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданин Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической родиной России. Замечу, что сам президент Казахстана Касым Жамар-Такаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии. Хочет провести референдум о воссоединении России с Казахстаном. А казахи могут вполне себе заявить, что Россия когда-то входила в состав Улуса Джучи Золотой Орды Монгольской империи. Что, давайте тогда устроим референдум о воссоединении исторической России, исторической Украины, Казахстана, других среднеазиатских республик под эгидой Монголии. Вы представляете, какая будет геополитическая мощь. Покроем пол Евразии. Красота будет. Вообще, китайцы торговать ни с кем не смогут, кроме как через нас. Будем бабки грести? Нереально. Почему бы и нет? Что они несут? Депутаты Единой России. Матвеичев, Хамзаев. Выглядит это все как подлинная и не очень умная, мягко говоря, провокация. Сейчас прямо группа белорусских журналистов направляется в Казахстан, чтобы освещать события, которые происходят в этой стране. Все мы видели, какие жуткие кадры публикуют наши коллеги оттуда, публикуют граждане. И мы хотим увидеть это своими глазами и также рассказать и белорусам, и гражданам других стран о том, что там происходит. Все самые оперативные новости смотрите на всех наших каналах, на телеканале СТВ, на других изданиях наших телеграм-каналов. Будем оперативно все освещать белорусам. Оперативно все освещать, когда большая часть основных событий это одиозные белорусские пропагандисты. Самый известный из них вот этот вот Озаренок. И уже пошли очень точные комментарии по поводу того, что он туда выдвинулся. Чувствуется, что белорусский Соловей Озаренок приехал в Казахстан. 20 тысяч вторгшихся в Алма-Ату боевиков, прямо калька с литовских джихадистов, которые якобы хотели на тачанках перейти белорусско-литовскую границу и захватить Минск. Имеется в виду знаменитые события в Белоруссии, неудавшаяся белорусская революция. По-разному ее до сих пор оценивают, то ли цветная, то ли народная, там тоже все смешалось в кучу кони люди. Тогда Лукашенко удалось устоять, усидеть. Ему вот эти вот граждане, пропагандисты очень хорошенечко помогали. И сейчас они спешат на выручку Такаеву в Казахстан делать ровно то же самое. Выдумывать небылицы, рассказывать, что якобы там происходит. Ну, слушайте, цифра 20 тысяч террористов-боевиков, над этим сейчас ржет и издевается полтелеграмма. Многие, конечно, как воды в рот набрали, не заметили очевидного бреда. но более-менее свободные эксперты, кстати, сейчас очень хорошо видно, кто есть кто. Слушайте, протесты первые два дня вообще никто не замечал. Ну, что-то там людям не нравится, что выросла цена на бензин. Потом протестующие начали абсолютно мирно, без единого выстрела разоружать полицейских. Вы думаете, полицейские, силовики, военнослужащие, они бы начали отдавать свои автоматы террористам-головорезам? Нет, информация о первых жертвах, о том, что, не дай бог, кому-то голову отрезали, это стало появляться уже на пятый-шестой день всей этой истории. Сколько там было реально вот этих джихадистов, радикалов, которые прошли боестолкновения в Сирии и других горячих точках? Сколько их там? Один процент? Полпроцента? Меньше, чем полпроцента? Сколько их там? Вот из этих 20 тысяч, но цифра уже названа. И если президент Казахстана сказал, что там 20 тысяч бандитов, которые вторглись, откуда-то непонятно откуда, что это не мирные демонстранты были изначально, значит 20 тысяч надо будет посадить. Это же не не просто слова, это же не просто пропаганда. То есть какой-нибудь белорусский озаренок подсказал, что нужно раздуть проблему, что это просто какой-то страшный зверь, а теперь за это будет отдуваться народ Казахстана. Вот если бы я был казахстанцем, я что должен чувствовать по этому поводу? Но это же беспредел. Я прекрасно понимаю, что вот эта вот оголтелая безумная пропаганда, высказывания депутатов Госдумы, депутатов правящей партии Единая Россия, Матвеичева и второго, как его там, Хамзаев, они подогревают радикальные настроения в Казахстане. Это самая настоящая провокация, может быть не по замыслу, но по факту. Многие подливают масло в огонь, удивляет отсутствие информации, о задержанных боевиках в Казахстане. Уже давно вы предъявили миру черта из Идлиба, который рассказал бы о получении денег от агента Ми-6. То есть предлагается найти какого-то подставного якобы террориста из Сирии, который изобразит из себя агента британских спецслужб. Ждите, в ближайшее время эту сказку для вас покажут по центральным телеканалам. Казахстан, готовьтесь. Вчера я высказывал удивление непонимания, что это за странная история. Террористы пытались захватить Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Конева. При защите погибли курсанты. Есть также пока непроверенная информация, что террористы ночью удерживали Копчегайский мост, въезд в Алматы. Население считает, что это салафиты, примкнувшие к ним криминальные группы авторитета Армана Дикова. Однако он высказался против насилия, сказав, сколько казахов умирает из-за тех, кто носится за ДВК и облязывом. Не можете даже свои требования выдвинуть, перестаньте. То есть зачем-то террористы пытались захватить не дай бог какой-то стратегический инфраструктурный объект, чтобы его взорвать, мощный теракт, там, не знаю, взрыв газопровода, нефтепровода, или захват какого-то оружейного склада, военной базы, государственного здания, там, не знаю, центробанка, ну, чего-то такого существенного. Зачем-то они сунулись туда, где были только курсанты, пацаны, которые даже не приняли присягу училище, училище общевойсковое. Ну, я, конечно, плохо разбираюсь во всех этих историях, но для меня эта история очень странная. Теперь все объяснили. В произошедшем в Казахстане для сотрудников ФСБ РФ есть и немного личного. Если посмотреть на биографию многих генералов ФСБ, то там есть отметка об окончании высшего алматинского пограничного училища имени Дзержинского, того самого училища, которое штурмовали нападавшие, почему-то здесь речь все-таки про другое училище. Там было училище Конева, общевойсковое командное, а это погранучилище Дзержинского. Но здесь говорят, что это то самое училище, которое штурмовали нападавшие, убив много людей. Например, это училище закончил Игорь Соловьев, много лет возглавлявший управление К. Центра спецназначения ФСБ или зам начальника СЭП, начальник управления К. СЭП ФСБ Иван Ткачев. Я так Я так и не понял. Это разные училища, это перепутали они. Или имеется в виду, что если некоторые наши российские ФСБшники когда-то учились в Алма-Ате, может быть, оно по-другому называлось, его перепрофилировали, или может быть, они знакомы с курсантами, с преподавателями других училищ. Ну, короче, некие связи ФСБшников. Для них это личное. Логику я не очень понимаю, но, наверное, она есть. Это что-то очень важное, и уж теперь ФСБшники задетые за живую струнку, за чувствительный нерв, вот теперь-то они, наверное, готовы к самым решительным действиям. Друзья, происходит какой-то лютый бред. Если у вас есть версии, что на самом деле происходит, высказывайтесь. Для меня все это выглядит как успешной спецоперация товарища Такаева, который устранил своих политических оппонентов в лице Назарбаева и его родственников. Теперь Такаев полноправный руководитель Казахстана. При этом очевидно, что если у нас до этого несколько лет назад были протесты в жена Азене, регулярно в Казахстане бывают того или иного масштаба протесты, если сейчас люди не будут услышаны, в Казахстане не появится нормальная оппозиция, не будут выполнены требования по снижению цены всему остальному, то пройдет несколько месяцев или несколько лет, год или два, вряд ли больше, и в Казахстане снова рванет социальный взрыв. И уж в следующий раз ни у кого не останется сомнений, что это народное выступление, что оно абсолютно мирное, абсолютно общегражданское, и тогда уже точно силовики встанут на сторону простых людей, и никакой Такаев в кресле не усидит. Потому что несмотря на все разговоры про джихадистов, про вмешательство Турции, НАТО, Китая, России, кого угодно, основная проблема обнищания и вымирания населения никуда не исчезнет сама собой, нужно менять систему общественных отношений. Я не говорю прям социализм строить, но хотя бы делать какие-то шаги, какой-то минимальный левый поворот. Люди уже не могут жить в нищете. Это просто неминуемо. Ваши мысли пишите под роликом. Спасибо. Вместе мы сила. Вместе мы победим. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров Редактор субтитров